здравствуйте гости и зрители моего канала решил записать ролик о правильной развесовки мотоблочного прицепа посмотрел много роликов на ютюбе и у большинства самодельщиков одна и та же ошибка заднюю ось устанавливают по середине кузова а это неправильно сейчас проведем эксперимент и посмотрим как заднюю ось правильно установить относительно кузову для этого мы пригласим нашего помощника васю вот у нас такой замечательный помощник вася и он нам поможет провести эксперимент возьмем весы кухонные сделаем ровную поверхность нашего васю нужно сначала взвесить наш вася вместе с мотоблоком весит 44 грамма но так как он мало кушал мы добавим еще немножко весу для полной чистоты эксперимента начертил вот такую таблицу и будем записывать в нее значение так наш вася весил 44 когда покушал стал весить 63 запишем сейчас будем снимать значение на классической схеме мотоблочных телег с установкой оси по середине кузова так устанавливаем переднюю ось снимаем значение то есть получается 31 на передней оси у нас 31 грамм так занялось 32 я высчитывать ничего не буду чисто чисто посмотрите по цифрам по цифрам сразу будет понятно что и как так давайте сразу когда берем груз ну что под руку попалась и кладем по середине получаем 51 грамм то есть задняя ось у нас 51 грамм разворачиваем получаем 30 грамм 31 и мы видим что при такой компоновки задней оси нагрузка на переднюю ось составляет 0 вся максимальная нагрузка уходит на заднюю ось то есть на грунте на твердом мотоблок еще может утащить на мягком грунте задняя ось она проваливаться в грунт а так как на передней оси у нас нагрузка не изменилось то мотоблок начинают буксовать сейчас попробуем заднюю ось переставить максимально назад и посмотрим что из этого выйдет некоторые еще умудряются делать даже вот здесь ось то есть кузов слишком выносится за назад так включаем весы что мы видим видим то что уже при перестановке задней оси уже нагрузка увеличиваться на передние колеса вот давайте запишем значение у нас получается 38 38 то есть нагрузка выросла на 7 грамм так давайте сразу же замерим значение нагрузка у нас получается 43 грамма запишем теперь посмотрим нагрузку на задние колеса получается 26 грамм еще не запишем и с грузом получается 40 грамм теперь по этим показаниям можно сделать выводы при перемещении оси как можно дальше нагрузка на переднюю ось возрастает задняя оси уменьшается у нас груз получается равномерно распределяется по передней и задней оси мотоблока таким образом чем больше нагрузка на переднюю ось мотоблока тем сцепление с дорогой колеса выше и получается что мотоблок меньше буксует у него появляется тяга и уверенно начинает себя вести на мягких грунтах еще заметил одну особенность что на ютюбе любят удлинять дышло у прицепа не знаю по какой причине люди это делают но смотрите что получается в таком положении сколько здесь показа 36 грамм сейчас 41 грамм берем не сломать ну так как у меня максимально получится у длинем получаем 40 грамм получается что у нас чем больше дышло от телеги чем длиннее тем меньше становится нагрузка на переднюю ось считаю что эксперимент удался он показал нам как правильно располагать заднюю ось прицепа я думаю что эксперимент будет полезен тем кто хочет изготовить прицеп самостоятельно ну и для тех кто выбирает заводские прицепа магазинах может кто-то посчитает что эксперимент неправильный или что-то упущено пишите в комментарии и попробуем провести новый эксперимент спасибо вася за эксперимент вася уже нахмурился и дать устал от экспериментов всем спасибо до свидания